Динозаврики! Может вы и попрятались в Африке, и жуёте бабы на завтраки, всей науке скуки в Африке. Динозаврики! 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 Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о динозаврах. Динозавры – одни из самых известных вымерших существ, когда-либо обитавших на нашей планете. Эти рептилии царили на Земле более 150 миллионов лет. Эпохой расцвета динозавров по праву считается Юрский период. В 1841 году Ричард Оуэн, известный английский палеонтолог и зоолог, с уверенностью объявил, что все найденные останки принадлежат неизвестным существам и даже дал им название – динозавры. Так именовал их Оуэн. Переводится с греческого как «ужасные ящеры». И с некоторыми из них мы с вами познакомимся. Алозавр был крупным двуногим хищником с большим черепом, оснащенным десятками больших острых зубов. Передвигались они на мощных задних лапах, в то время как передние конечности были относительно маленькими. Алозавры достигали в среднем 8,5 метров в длину и 3,5 метра в высоту. Анкилозавр. Передвигались на четырех конечностях, питались растениями. Тело анкилозавров покрывал панцирь, состоящий из сросшихся костных щитков, шипов или спинных поясов. А на хвосте имелся костный вырост, который использовался для самозащиты. Стегозавры. Род травоядных динозавров. Их средняя длина составляла 9 метров, высота 4 метра. Благодаря шипам на хвосте и костяным пластинам на спине они являются одними из самых узнаваемых динозавров. На спине стегозавра находились 17 костяных пластин, а его челюсти могли двигаться только в одном направлении. Брахиозавр. Маленькая голова на конце 8-метровой шеи находилась на высоте 13 метров. Передние ноги брахиозавра существенно длиннее задних. По внешнему виду ящер напоминал гигантского жирафа. Его шея была направлена не вверх, а вперед под углом. Зубы мощные, ложковидные. Ящера питались, то есть двое деревьев. Апатозавр или бронтозавр. Один из крупнейших динозавров. Его длина могла достигать 20-23 метров, а масса до 24-32 тонн. Для апатозавра характерны длинный хвост и шея. Массивные ноги на конце шеи относительно маленькая голова. Его мозг весил всего 400 граммов. Диплодок. В среднем достигал длины 27 метров. Кости шеи и хвоста были полыми. Шея состояла из 15 позвонков, а хвост был очень длинным и состоял из 80 позвонков. Голова была мала в сравнении с размерами животного. Зубы в форме узких лопаточек имелись только в передней части рта. Передние лапы значительно короче задних. Спинозавр. Был довольно крупным и имел хорошо развитые передние конечности, вооруженные большими острыми когтями. У него был один из самых длинных черепов среди всех плотоядных динозавров, достигавшим почти 2 метров в длину. Череп имел узкую морду с челюстями, заполненными прямыми конусообразными зубами. Тиранозавр. Был двуногим хищником с массивным черепом, который уравновешивался длинным, тяжелым и жестким хвостом. По сравнению с большими и мощными задними конечностями этого ящера, его передние лапы были совсем небольшими, но необыкновенно могучими для своего размера и имели два когтистых пальца. Ихтиозавры. Род вымерших морских рептилий. Это некрупное животное длиной 2 метра с удлиненными челюстями. Название ему было дано из-за сильного сходства с рыбой. Ихтиозавр был хищником. Рацион этой рептилии составляли исключительно и крупные рыбы и кальмары. Птеродактиль. Имел очень легкие и полые кости, что позволяло ему летать. У него был хвост, не очень длинный, но незаменимый в полете. На суше выбирались очень редко, так как перебирались лишь ползком. Спали они головой вниз, уцепившись лапами за ветку или за скалистый выступ. Динозавры жили миллионы лет, а потом вдруг вымерли. Никто точно не знает почему. Одной из популярнейших версий исчезновения ящеров считается падение на землю метеорита, который вызвал различные природные изменения климата. Среди других возможных причин можно также отметить извержение вулканов. Таким образом, исследователи до сих пор не пришли к единому выводу, что же привело к исчезновению динозавров. Остается только надеяться, что когда-нибудь эта тайна все-таки будет раскрыта. Спасибо за внимание.